Всем привет, я Настя Джексон и это новости и скандалы американского ютуба Свадьба Пьюдипай Самое крутое это то, что Пьюдипай поделился с нами тем самым видео Со своей свадьбой, самым драгоценным Где вся его семья, там можно видеть маму, папу Пьюдипай, Марцей Речь Пьюдипай вообще может растрогать кого угодно Мне было просто приятно посмотреть на настоящую свадьбу ютуберов По сравнению с Джейк Полом и Таной И кстати, если вам интересно, как там дела у наших молодоженов Или вам вообще не интересно, я все равно расскажу, потому что там жесть Когда со свадьбы Джейк Пола и Таной прошло всего несколько дней Джейк уже был замечен со своей бывшей И тут начинается самое интересное Джейк Пол говорит, что на фото не он На полном серьезе Джейк Пол и его брат Логан утверждают, что это не Джейк Что он якобы выглядит по-другому и никогда так не одевается Хотя уже даже нашли доказательства о том, что у Джейк Пола есть точно такие же штаны И он уже даже так заправлял свою футболку И если вы подумаете, как так можно лгать на полном серьезе И еще я нашла потом видео доказательства, где там опять же Джейк со своей бывшей Эрикой То как вы удивитесь сейчас, если я скажу, что это действительно может быть не Джейк Да, его мог просто подменить подставной актер Это не первый раз такая практика в Голливуде Однажды я рассказывала, как Дом нанял актера, который очень сильно похож на Дэвида Сыграть и устроить скандал, якобы он целуется с Дэвидом Или когда был проведен социальный эксперимент Когда ребята нашли очень похожего на Джастин Бибера парня, который неправильно ел бурите Все папарацци и все СМИ просто вовсю твердили, что Джастин Бибер не умеет есть бурита И это действительно сработало Но в любом случае, если это был подставной Джейк Пол, который узнал, как тот одевается Возможно, нашел такие же штаны То кто тогда его нанял? Вывод напрашивается самим собой Либо он сам это все устроил вместе с Таной, чтобы устроить очередной скандал Потому что их свадьба не стала таким уж грандиозным событием, как они хотели Либо это кто-то сделал другой, просто чтобы подставить Джейк Пола Ну, либо второй вариант развития событий Это то, что это был действительно Джейк Пол, который решил немного погулять от своей жены И если что, то Танна, жена Джейк Пола, прокомментировала эту ситуацию так Ору, какого х**а? Слушайте, я даже не помню, когда я последний раз рассказывала про Джеймс Чарльза Потому что он уже блондин, и он уже столько дел натворил На этой неделе весь американский ютуб говорит только о нем В общем, помните ту самую ситуацию с официантом? Когда Джеймса обвинили, что он якобы растлевает натуралов А потом оказалось, что этот натурал сам пошел к Джеймсу в номер только потому, что это Джеймс Чарльз И он не мог просто ему отказать, поцеловался с ним, сразу же об этом пожалел Рассказал на камеру, как ему было неприятно Ну, просто наговорил всякие гадости Джеймс Чарльзу И там испортил его и так подпорченную репутацию на тот момент Что вы думаете? Недавно этот парень-официант выложил у себя фотографию в инстаграме Где четко видно бассейн в доме Джеймс Чарльза Также еще всякие видео в сторис с локацией Лос-Анджелес В этот момент Джеймс Чарльз выкладывает такие же сторис с той же самой локацией в том же самом месте И все, конечно же, поняли, что Джеймс Чарльз снова с этим парнем Причем тот парень из другого города, то есть он приехал к Джеймсу Спустя три месяца после всего того, что он наговорил о Джеймсе И когда люди написали, Джеймс, зачем ты с ним встретился опять? Зачем ты его пригласил к себе? Он про тебя такие вещи говорил На что Джеймс ответил, да, мы просто проводим вместе время, гуляем И это вообще не ваше дело, вот мы просто так решили То есть вы понимаете, что Джеймс пригласил к себе в дом и гулял с человеком Который напрямую на камеру говорил, что Джеймс для него это хорошая возможность пробиться Я думаю, этому есть несколько объяснений и оба они не очень хорошие Возможно, Джеймсу настолько не хватает любви и ему настолько одиноко Что он даже готов гулять с человеком, который ему просто напрямую в лицо говорит Я с тобой только ради славы Либо Джеймс все это устроил ради скандала, хотя ему в Твиттер об этом даже напрямую уже написали Спросили, ты хочешь опять скандалить? На что Джеймс ответил, что как можно вообще подумать, что я этого хочу? Я не знаю, какое этому можно еще объяснение сделать Потому что ситуация как минимум странная Зачем? У тебя что, так мало друзей? Почему ты так себя не уважаешь? Я не знаю Также на фоне этого Джеймса еще и взломали в Твиттере Из его аккаунта выкладывали просто ужасные твиты Например, Теда Банди в Герое Тед Банди это самый ужасный маньяк-убийца Некрофил Но через 50 минут Джеймса уже смогли вернуть его аккаунт И тот тут же выложил фотографию По его словам, единственную голую фотографию в его телефоне Которые якобы могли в будущем его шантажировать Так что типа я вот сам ее сейчас выложу Ну там он просто голый стоит, там видно только задницу И честно, я не знаю, зачем вообще это было делать Опять же, американцы недовольны тем, что Джеймс, у тебя аудитория, как ты и сам говоришь, детская Ты для детей подаешь плохой пример не потому, что Они никогда в жизни задницу не видели А потому, что они будут думать, что делать такие фотографии это нормально И вообще, зачем ты выложил эту фотографию? Ну никто тебя не шантажировал Да даже если бы шантажировал, что в этой фотографии такого? В общем, опять же, это либо нехватка внимания у Джеймса Либо он это сделал, просто не подумав и просто без задней мысли Итак, скандал Триши и Джеффа На днях Триша высказала все, что думает о Шайке Дэвида И для тех, кто не знает всю историю Триши и Шайки Дэвида Потому что у меня достаточно много новеньких на канале И они могут об этом не знать Привет, кстати, вам всем То я могу посоветовать вам видео, где я полностью рассказываю обо всем скандале, что произошло Ну, либо расскажу сейчас вкратце Триша встречалась с Джейсоном А Дэвид шутил на тему, что Джейсон хочет тройничок с Таной и Тришей На что Триша просила Дэвида об этом не шутить Сначала вежливо, потом уже совершенно невежливо Я продолжаю шутить насчет тройничка? Хорошо, пожалуйста Какие смешные шутки про тройничок, я не могу Но Дэвид продолжал шутить и снимать реакцию Триши для видео Таким образом, все пошло-поехало и Триша рассталась с Джейсоном Это было полгода назад А вот, что произошло недавно Джефф из Шайки Дэвида рассказал историю о том, что он был в Старбаксе и там встретил Тришу Но при этом он с ней даже не поздоровался и вообще от нее отвернулся и ушел То есть он не захотел фейково улыбаться ей в лицо Потому что он не хочет общаться с теми, кто обидел его друга И при этом он добавил, что я не захотел разбираться и как бы нападать на нее в этот момент Потому что меня за это могут посадить в тюрьму опять Триша на это не стала молчать И записала ответное видео, где она просто, можно сказать, в прямом эфире смотрит этот подкаст И просто разносит каждое его предложение по полочкам Честно говоря, я так еще никогда не была за Тришу, как в этот раз Во-первых, Джефф оказывается, когда увидел Тришу, то он просто убежал из Старбакса, даже не забрав свой заказ Этот человек, между прочим, несколько раз сидел в тюрьме И он просто убежал, когда увидел Тришу Да еще и говорить нападать на женщину Конечно, он имеет в виду не драться нападать, а просто разбираться с ней, разбираться в отношениях Причем здесь вообще ты? Как бы ты напал на нее? Ты вообще здесь ни сбоку, ни припеку, серьезно Ты человек, который никак не относится к разборкам Триши, Джейсона и Дэвида Ты просто левый чувак Я когда смотрела это видео, я вот могла быть на 100% уверена, что Триша в этот раз на полном серьезе Это ее настоящие эмоции, которые переходили на плач и на злость Я вообще не понимаю, за что Трише такой хейт, вот этот весь Также Триша ему сказала, что твой подкаст неинтересный и вообще ты только из-за Дэвида популярный И ты все это рассказываешь только чтобы сделать скандал, чтобы тебя хоть кто-то смотрел Ну в общем Сама Триша даже показала, что она не включала монетизацию на это видео Хотя она уже перевалила за миллион просмотров Она просто хотела показать, что ей все равно на заработанные деньги с такого видео И знаете, вообще вся эта ситуация это тот самый редкий случай, когда большинство за Тришу Но самое стрёмное это то, что Джефф, когда рассказывал всю эту ситуацию То ни разу не назвал имя Триши Ни разу Я считаю, что Триша в этой ситуации поступила правильно Потому что нужно всегда уметь постоять за себя Также Триша, конечно же, как обычно добавила, что Дэвид испортил ей жизнь И то, что Дэвида именно поэтому бросила Лайза То, что он такой негодяй, который любит расстраивать чужие пары И что Дэвид теперь никогда не найдет себе такую девушку, которой будет все равно на его деньги Ну, этот Триша уже под конец добавила, знаете, ну, чтобы, ну, как бы закончить видео на такой ноте Все прямо как в фильме ужасов В общем, пишите, что думаете по этому поводу И про все те истории, которые я рассказывала сегодня в выпуске Потому что, как-никак, ваш комментарий, как и лайк, помогает развитию моего канала В общем, всем большое спасибо за просмотр и пока Ну, потом Джеймс сразу... Ну, потом... Ну, потом Джеймсу... Ну, через 50 минут... Когда Джейка обвини... Ой... Когда Джеймса обвинили... Ой... Ой... Ой...